Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Это все для тебя! Прости меня! Выходи! Да заткнись уже, задолбал, орать! Катя! Ты это все для меня! Что за вопрос? Ну, зачем так много? Я же все-таки дама, мне две пол-литрушки за глаза! Твои глаза достойны лучшей алкашки на свете! Нашли похитителя! Давайте, подъезжайте, Серебрякова один! Я, конечно, извиняюсь, что нарушаю вашу идиллию, но боюсь, что великий запой отменяется! Ты кто такой? Вы арестованы за ограбление кафе! Беги, Федя! Федя, лучше не бегай! Федя! Федя! Вы что делаете, а? Федя, Федя! Ну-ка, иди! Бери Федю! Федю, бери! Давайте слезай, свинерка! Мужики, снимите ее! Федя, давайте, упакуйте этого удава! И вот это все опишите! Хорошо! Иди ко мне! Пойдем! О! Ух! Стой, стой, стой! Какой красивый! Ну! Стой, стой, стой! Иди сюда! Иди сюда! Будем знакомиться! Здравствуйте! Стесняются? Да! Ну, ничего! Мы каждое утро в парке! Приходите! Хорошо, обязательно придем! Приходите! Пойдем, 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 пойдем! Ну что, чего ты растерялся-то? Я все понимаю, все хороша! Но не сейчас! Пойдем, нам еще с тобой отчет писать! Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь! Смеюсь, напьюсь, если... Брать будет нечего! Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну! Понимаете, коллега, дружба — это компромисс! Компромисс между двумя особами! Я вот, например, для нашей дружбы делаю все! А вы? Кого ты там увидел-то, а? А-а-а! Старые знакомые! Что, страшно? Как одеяло с меня стаскивать по утрам тебе не страшно! Как к девушке подойти, так ты у нас сразу не герой! Да? Ну ладно, пойдем, подержим! Пойдем, пойдем! Доброе утро! А вы позволите присесть? Конечно! Присаживайтесь! А, благодарю! Доброе утро! О! Ну что? Стесняется? Ну, есть немного! Ну, а чего? Иди сюда, будем знакомиться! Иди сюда, мой хороший! Так! Я — Анна Петровна! Это Ася! А тебя как зовут? А? Ну? Как? Ой, извините! Это — Бим! А меня — Макар! Приятно познакомиться, Бим! Ась, ты чего? Видимо, он ей тоже понравился! Интересное имя для собаки — Ася! Так, звали мою дочь, она умерла от рака! Может быть, вам нужна помощь? Благодарю! Но у меня уже есть помощница! Внучка приехала! Знаете, как я рада! Я ведь думала, что больше не увижу ее! Мы ведь последний раз виделись, когда Анечке было лет пять! Вот! Двадцать лет у сердца держу! И каждый день только об одном прошу! Чтобы внучка моя простила меня! Я перед ней очень виновата! Ну, нам пора! А вы, молодой человек, если будете приходить на часок пораньше, то и времени у вас будет побольше! Ну, у нас теперь выбора нет! Приятно познакомиться! Взаимно! Приходите! Ну, пойдем! Всего вам доброго! И вам так же! До встречи! Это же Ромео и Джульетта Бобров! Московский театр! Господи, ну что там смотреть! Ну, подростки не справились со своими бушующими гормонами! И самоубились! Кстати, аналогичный случай был в Октябрьском районе! Ну, правда, он только ноги сломал! Лез к ней по водосточной трубе! Пьяный! Ну, хотел посмотреть, что она там, с кем там! Ну, когда его оформляли, так и назвали Ромео! Я билеты за месяц вперед купила! Я тебе новую рубашку купила! Я себе платье купила! И месяц сидела на овощах, чтоб в него влезть! Да зачем покупать платье, для которого надо худеть? Так, там будут все! И если ты, Бобров, не придешь, будет у тебя гормональный сбой от водосточной трубы в одном месте! Понял! Сегодня вечером культурная программа! Ильичка, а куда ты так рано? Женщине, чтоб хорошо выглядеть вечером, готовиться надо с утра! Понял! Сегодня день красоты! Кукурузу мы взяли! А, ну сейчас за лосинами тебе на танцы пойдем, точно вспомнила! А я хочу бирюзовые! Я вон там видео пойдем! Слушай, ну какие бирюзовые? Сказали черные! Черные, значит черные! Я хочу планшет! Планшет у тебя уже есть! Зачем тебе еще один? Они там продаются! Ну, у Сереги уже новый! Слушай, ну у Сереги, извините, отец не оперативник, как кто он там? Директор рынка, вот! Так пусть наш папа тоже станет директором рынка! Если наш папа станет директором рынка, то знаешь, мы еще доплачивать будем! Ну пойдем за бирюзовый, мам! Нельзя бирюзовый! Сказали черные черные! Мам, хорошо! Новый план! Ну покупим все! Мам, ну бирюзовый! Ну Вань! Оля, привет! Оля, привет! Привет, привет! С детьми за покупками? Да, за покупками! А ты куда такая? А я в салон, надо привести себя в порядок! В какой салон? Я думала, ты уже из салона, такая красивая! Надо еще лучше! Вечером идем на спектакль! Это приезжает который Ромео Джилетто, да? Ага, завидую! Ну рада была тебя видеть! Взаимно! Дети, слушайтесь маму, ведите себя хорошо! Красивая тетя! Красивая! Я может тоже была бы красивая, если бы у меня было больше свободного времени и денег! Жора! Мне нужен выходной! Какой выходной? От чего выходной? Подожди, Оля! А от домашних дел выходной! Ну так вот, Оленька, я тебе объясню! Домашние дела – это не дела, это одно удовольствие! А у нас в отделе – это дела, да! Хорошо! Да, я что-нибудь придумаю, да! Я попробую, я постараюсь! Угу! О-о-о! Ты зачем так сказал? Это была роковая ошибка! Да что я сказал-то? Обыкновенные домашние бэбские дела! Расплата неизбежна! И что делать? Приготовиться к страданиям! Леш, я тебя прошу, умоляй, ну не надо, не нагнетай! Здравствуйте! Здравия желаю! Здравия! Да! А где Макар? Вы ему отсыпное дали! А, я дал, а он взял! А мог бы и не брать! В отделе, понимаешь, работать некому, а он воспользовался минутной слабостью начальства! Так он два дела раскрыл! Вскрыл преступную цепочку и сам поехал на задержание! А, да да ладно! А! А чего ты с детвой? Вот! Стоят, ждут вас! Вот будьте любезны! Все! Комар нос не поточит! Понимаете, вот это вот! Вот! Ну, все, что было! Угу! Тимофей Аркадьевич! Да! А у меня тут вопрос! Я подумал! Подумал! Ну, не я подумал, жена подумала! Понимаете, Оле нужен выходной! Так! От домашних дел! А чтоб у нее был выходной, это значит, мне нужно взять выходной у вас! Ай! Да! Ну, а если завтра Макар выходит, то я могу не выходить! Да! Георгий Иванович, смотри сейчас на меня внимательно! Внимательно! Все понял? Да понял, понял! Ну, отлично! А мне еще в управление с вашими каракулями ехать! Ильин! Ильин! Ильин, подожди! Ага, совсем зазналась! Вероника? Я? А ты что, в салоне была? К вечеру готовишься, точно! Хорошо выглядишь! Ты тоже пластику сделала! Ну, ты что? Это все диета, спорт и здоровый сон! Ну, ладно, мне-то лапшу на уши не вешай про диету! Вероника, ну не томи! Говори, что с лицом сделала! Это на ней шепер-сифры! А с лицом где? О! Спасибо! Встретимся на спектакле? Да-да! Давайте-давайте! Черт, откуда же вы взялись-то, а? Мигалку включи! Ну, вступайте! Иначе произойдет убийство полковника полиции! Ирина! Здравствуйте, моя! Ты... Ты тут? Ты, боже мой! Прости меня! Меня задержали в управлении! Ирина! Всё! Мне конец! Абонент временно недоступен! Вам трындец! Ха-ха-ха-ха! Наказать меня решила, да? Ну, что ж, хорошо! Мне же лучше! Музыка 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 Мы договорились на час раньше, ты пришел на полтора! Ну, ладно, 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 ладно! Идем! 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 Ромео! Идем! 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 Ну, значит, опять у Машки осталось! Хорошо! Я тоже звонить не буду! Что это?! Ну, чего, брат? Вот. Не пришли? Ну это бывает. Женщины, они такие. МУХТАР ЛАЕТ Согласен, согласен. Не все. МУХТАР ЛАЕТ Завтра увидите. МУХТАР ЛАЕТ Завтра. Хочешь завтра? Ну, придем, хочешь, на два часа раньше. Хочешь? МУХТАР ЛАЕТ Ну, хорошо. А хочешь вообще на три? МУХТАР ЛАЕТ Ну, если мы на три часа раньше придем, то весь следующий месяц мы встаем на час позже обычного, хорошо? МУХТАР ЛАЕТ Ну, хорошо, на полмесяца встаем раньше. МУХТАР ЛАЕТ Ну, все, договорились, все хорошо. Ах... МУХТАР ЛАЕТ Бим, ну пойдем домой. Завтра придем. МУХТАР ЛАЕТ Ну, куда ты? Бим! МУХТАР ЛАЕТ МУХТАР ЛАЕТ Подождите. Подождите. Покажите тело. Анна Петровна. А вы что, знакомы? Вроде как. А что случилось? Обширный инфаркт. А кто сообщил? Внучка. Она сейчас со следователем. Спасибо. Вим! О, Макар, привет. Привет. Здравствуйте. Как вы? Спасибо, держусь. Это наш оперуполномоченный Климов Макар. Анна Николаевна Стрельцова. Очень приятно. И мне. Ты чего это тут? Я вроде не сообщал, криминала нет. А, да я по личному делу. Ну, в смысле, я знал Анну Петровну, а по личному делу здесь БИМ. Вы позволите? Конечно. БИМ. Старик, ну... Значит, так надо. Извините, пожалуйста, а что с Асей? Когда с Анной Петровной с бабушкой стало плохо, Ася так разволновалась, места себе найти не могла. Все порывалась за врачами убежать. БИМ просто очень переживает за Асю. Скажите, а мы могли бы присоединиться к вам сегодня на вечерней прогулке? Конечно, да. Извините. Да, ну что? Ну что, пять минут без меня не можете, что ли? Сейчас приеду. Все, давай, отбой. Ну, тогда в семь часов на набережной. Всего доброго. Договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А правда, что с ним? Кажется, парни, он влюбился. СМЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну и кто наши избранницы? Рыжая Колли. По имени Ася. Хорош, ну чего ты, Бим? Ну они же свои, он, Леха, им можно. Опять тунеядство в отделе, да? Так, ты? Да, господин полковник. Я тебе сейчас дам, господин, садись. Так. Работаем, работаем. Пробей телефон моей жены, узнай, где она в последний раз выходила на связь. И видео с камер. Проследи перемещение машины. Я к вечеру должен знать, куда она поехала. Что такое? Попахивает нарушением гражданских прав. Пойдешь по столу на улицу, на жару, замучаешься подглотать. Вполне. Работаем, работаем. Работаем, работаем. Леха. Ну что, в нашем отделе новость века. Какая? Ирина ушла от Боброва. Готовьтесь. Совсем? Ну, совсем не совсем, а дома не ночевала. О, ешкин. Ну, всем конец. Ага. Бим, тихо ты. Помню я, помню. Помню я про твоё свидание. Что ты в самом деле? Так. Менты. Нам нужно прекратить. Слушай, я не могу поверить, неужели нас продинамили, а? А может быть им нужна наша помощь? ВИМ. 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 Стоять! Всё в порядке. Сейчас вызову подкрепление. ВИМ. Руки опусти. ВИМ. Раунд пойдём. ВИМ. 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 ВИМ! ВИМ. Дежурный. Это Климов. Срочно наряд. Адрес Серебрякова один. Ага. Все, жду. Что здесь случилось? Понятия не имею. Ворвались, связали, начали все переворачивать, разбирать мебель. Все, жить будете. Вы меня жизнь спасли. Да вы меня спасли. О, а вот и подкрепление подоспела. Ты где был, и? Да! А где Ася? И сделали прививку, и оставили на карантин. О, ну что у вас тут произошло? Ограбление века. Ань, нам нужно сейчас будет поехать в отдел и все подробно вспомнить и записать. В квартиру возвращаться сейчас нежелательно. Могу предложить вам свое скромное жилище. У меня есть отличный диван. Спасибо. Но я останусь дома. Нужно готовиться к похоронам. Могу подвезти. Мне будет очень приятно. Бен, давай дуй в отдел, я скоро приду. И не спорь со мной. Иди, тебе говорят, иди. Вот настырный, а. Опросили? Ну, что, опросил. Но как это часто бывает, никто ничего не видел. Ну, а камеры видеонаблюдения? Да я же говорю, никто ничего не видит. Чего ты смотришь-то? Ну, что встали? Идите, сейчас приеду. Понятно. Все трудишься? Молодец. Я тебе еще работу подкину. Сейчас придет тебе видео с камер наблюдения. Надо проверить. Спасибо. Ну, мой телефон у вас есть. Звоните, если что. Ну, и просто так звоните. Может, кофе? Кофе с удовольствием. Завтра. Я вам позвоню. Хорошо. Спасибо вам большое. Да. Ну, опознали? Хорошо. Сейчас буду. Давай. Преступников было двое. Вот этого опознали. Грузчик в порту. Проходил свидетелем по делу о контрабанде. Второй пока неизвестен. Макар, ты отчет по отравлению еще не сдал? Нет. Вон, на столе лежит. Что с тобой? Как обычно. В больнице был? Нет, а что? Ну, повязка профессионально наложена. Это ему по любви. Какой такой любви? По любви. Ну, а, вся банда в сборе. Что с тобой? Как обычно, в больнице не был. Ну, это нормально. Так. Садись, садись, садись. Ну, что там с телефоном, с камерами? Последний раз ваша супруга выходила на связь в клинике «Улыбка молодости». Там она потратила сто тысяч, затем отключила телефон. Сколько? Ничего себе улыбочка вышла, да? Интересно, что она там себе делала. Да. Потом она поехала на автовокзал, оставила там машину и села на автобус. Ой, Елина на автобус. Да не может быть. Не может быть. Да вот, смотрите. Она выходит из машины и садится в автобус. А что там она вся замотно как-то скрывается от кого-то, что ли? Может, от вас? Нет, тише! Я проследил по маршруту автобуса. Она не выходила ни на одной остановке. Что, ты в автобусе, что ли, осталась? Да, Тимофей Аркадьевич, накосячили вы, видать, знатно. Да. Что да, я опоздал все. Управление задержали. Она, правда, билеты на этот спектакль за месяц покупала. Еще платье себе купила новое, на два размера меньше. Худела весь месяц. Чтобы женщина пропустила мероприятие, ради которого худела? Но это может быть только две причины. Смерть. Ну или любовь. Любовь? Какой маршрут автобуса? 32-й, пригородный. А что это наш бобер так рванул? Вскрытие показало любовь. Друзья, я предлагаю всем по домам. А? Нет. В порт. Добрый день. Здравствуйте. Капитан Климов. Уголовный розыск. Капитан Прошкин. А вы вот этого вот товарища не видели? Так это Вовка Стеклов. А, а где его найти? А вон он копается. Бим. Георгий Иванович, попроси про второго. Ага. Ну что? Во что играем? В ручка. Владимир Стеклов. Чего надо? Надо проехать со мной. Ладно. Иванович! Так. Бим! Бим! Я вон! В другую сторону! В другую сторону! Э! Стой! Стой! Куда? Да, Леша! Бим! 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 Ну ты чего? Ну ты чего? Ну ты чего? Путинь! Его куда брать, что ли? Да, Леша. Кредитка засветилась? Ага. В каком отеле? Понял. Выезжаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ай, молодец, Бим, молодец. Собаку убери. Да? Сначала скажи, зачем ты мне башку пробил. Вот. И знаешь, что бывает? За нападение на полицейского. Да это не я. Да, а кто? Это антиквар Терековский. Это он просил помочь. А. Ну, знаешь, сколько за такую помощь-то бывает? И чего антиквар укопался в бабушкиной мебели, а? Да не знаю я. Он что-то там искал. Что? Да не знаю я, он это не нашел. Собаку убери. Скажу, чтобы что-нибудь откусил. Да не буду дергаться. Отвечаю. Убери собаку, а. Хорошо. Бим, фу. Георгий Иванович. Так, я здесь. Ну-ка давай, вези этого в отдел, а мы к антиквару наведаемся. Все. Заходи. Хозяева? Что там? Ох ты ж. Бим, Бим, стой. 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 Можете уносить. Ну что? Что скажешь? Похоже на сердечный приступ, но есть некоторые подозрительные детали. Подробнее скажу после вскрытия. сердечный приступ вызван картинитизином. В общем, как я и предполагала, сердечный приступ вызван картинитизином. Прости, крайне... Картинитизином. Что за препарат? Используется исключительно во время операции на сердце. Купить его в аптеке абсолютно невозможно, даже прицепт. О, как. Значит, убийство. Однозначно. Однозначно. И убийца-врач. Ну, или кто-то, кто имеет доступ в операционную или к препарату. Согласен. Кать, а сделай экспертизу бабули, квартиру которой вынес это... Антиквар. Антиквар. А, хорошо, сделаю. И Аню тоже хотели убить. Просто я вовремя успел. Сергеич. Бим, ты куда, Сергей? Ну, корядом. Ей выражают опасность. Бим, поехали. Бегом. Сергеич, вперед. Да что тут непонятного? Ну... Понятно. Оля, ты вообще все не так поняла, как это... Привет, Оль. Это я не... Я пойду экспертизу сделаю, да? Ну, правда, дурацкая ситуация. А что я не так поняла? Это то, что ты вон Нахимовой сердечки в воздухе рисуешь, да? Да я не Нахимовой. Ну, что ты, ну... Я этому... Макару. Макару? Короче. Вот это тебе. А у меня выходной. Что... Что значит выходной? Оль. Ну... Я же на работе, Оль. Ну и что? Ну и ладно. Выходной так выходной. И совсем не страшно. Блин. Ну что, я предлагаю для начала купить по-мороженому. О! Ну, другое дело. Пойдем. Пойдем. А? Тихих. Меня хотели убить? За что? У вас в доме что-то искали. Что-то... Ну... Очень ценное. У меня ценное? Вы же видели квартиру. Ты видел. Это-то меня и смущает. Извините. Да, Катя. Да, слушаю. Значит, все-таки двойное убийство. Ладно, понял. Ну, только что подтвердили, что вашу бабушку тоже убили. Как убили? Кто? Зачем? Вот это нам и предстоит узнать. Ну, а пока убийца не найден, я все-таки рекомендую вам переехать ко мне. Вам оставаться одной небезопасно. Да, Бим? Заходи, пожалуйста. Нам еще на работу надо. Ну, ты здесь все найдешь. Пожалуйста, на улицу. Без меня не выходи. Хорошо. Бим, ну чего ты делаешь-то, а? Держи. 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 Просто у меня астма. Ага. Бим, ну, во-первых, это не по-братски. Обычно в такие моменты деликатно уходит. Обычно? Да нет, не то, что обычно. В общем, вот ключи. Закрой все. Хорошо. Пошли, гавкалка. Поехали на работу, давай. Будут тебя ждать. И тебя тоже. Закройся. Элина. Элина. Элиночка. Элина, что происходит? Итак, что у нас есть? У нас есть мертвая старушка. Это раз. Также мы имеем слайд номер два. Мертвого антиквара. Два. Битые абсолютно идентичным способом. У нас есть грузчик. Еще мы имеем жертву. И как связаны между собой эти люди, мы пока не знаем. Да. А жертва хороша. А Леша осмотрел вещи старушки? Да. Никакой художественной или материальной ценности они не представляют. Зачем? Зачем тогда антиквару так рисковать? Должно быть что-то, из-за чего убили старушку, а потом и самого антиквара. Да. Анна с ним не могла быть знакома, она только приехала. Значит, он знал старушку? А почему не мог знать? Аня заходила в антикварный салон в день смерти старушки. Да ладно. И давно ты об этом знаешь? Минут двадцать. Потрясающе. Что-нибудь еще? После визита Анны антиквар засуетился. Он начал звонить в аукционные дома, потом нашему знакомому грузчику. Потом вместе с ними они завалились в дом к старушке, где связали Анну. С обладением. Открой немедленно! С кем ты там, а? Я буду стрелять! Вообще, твоя Аня, конечно, очень симпатичная. И будь я в других обстоятельствах, закружу, я бы так приударил за этой блондинкой просто в пух и прах. Просто, о, Олечка, как ты хорошо выглядишь, Оль. Нет, это не отдел расследований. Это отдел морального разложения, измен какой-то. Оля, ты неправильно меня поняла, честное слово. Я это уже сегодня слышала. Иван, Василиса, попрощайтесь с отцом. То, значит, попрощайтесь с отцом. Пока. Пока, дочь. Удачи. Пока. То и значит. Оля, Оля. Видала я вашу блондинку сегодня? В парикмахерской корни красила. А зачем блондинка? Да. Красила корни? Ну, потому что она брюнетка. Логично. Если она не настоящая Анна, а только прикидывается, то, как минимум, должна быть реальная Анна. Двадцать девятый номер откройте. Это против правил. Там преступник. Моя жена. Ваша жена преступник? Или преступники ваша жена? Откройте немедленно. Я полковник настоящий. Могу наряд вызвать. Катя, Катя, лекарство, которое сердечный приступ вызывает. Его как надо вкалывать? Можно колоть, можно через дыхательные пути. Он бывает в виде аэрозоля. Ага, спасибо. Пим, ну-ка пойдем. Делал. Не подходи. Елиночка, что происходит? Ты должна мне рассказать. Ты меня разлюбишь. Я тебя, да никогда. Тебя пытали. Кто это сделал? Ты успокойся, это я сама. Как сама? Зачем? Это нервный срыль, да? Критические дни. Я так и знала. Я тебя люблю-любую. Я просто испугался, что ты бросишь меня, что ты от меня уйдешь. Да, потому что ты моложе, потому что я старше. А это все ерунда. Да? Да. А я испугалась, что ты меня такой увидишь. И разлюбишь меня. Спряталась. Не надо было прятаться. Не надо. Поедем домой. Ты мне все расскажешь. Да. Да. Поедем домой. Поедем домой. Да. Хорошо. Леопардик ты мой. Что ты? Давай, проходи. Место. Это настоящая Анна. Мы просили бабушку продать эту камею. Но она отказалась. И мама умерла. С тех пор мы не общались. Она променяла жизнь дочери на какую-то вещь. Пусть и очень дорогую. А вы можете перейти в режим видеозвонка? Добрый день. Да, конечно. Скажите, а кто-нибудь еще мог знать об этой камеи? Не думаю. Но наша медсестра знала. Она тогда помогала нам ухаживать за мамой и была в курсе дела. А как ее зовут? Не помните? Помню. Ирина Стрыкина. А фотографии случайно у вас ее нет? У меня нет. Но вы можете найти на сайте нашего анкоцентра. Леш, спасибо большое вам. Не за что. Но мне очень не хотелось бы иметь хоть какое-то отношение к делам бабушки. Но, простите, вам все равно придется приехать. Нашел. Ай, ё-ка, 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 ё-ка. Ай, а... Что случилось-то? Что произошло-то? Бен, ну-ка, поехали. Сергеевич, может, с тобой поехать? Нет. да собаки делали прививку для перевозки за границу а на фамилию стрикина приобретен билет до стамбула а как же карантин а никакого карантина не было стрикина сама заплатила чтобы собаку подержали в клинике пару дней я понял с бим поехали ирина стрикина вы арестованы по подозрению в двойном убийстве у тебя нет доказательств ты хотела вывести камею из страны на собаки макар я не хотела просто старуха меня раскусила и мне пришлось а когда я показала камею антиквару он захотел оставить ее себе да но ты уже прикрепила камею к собаке а собаку оставила в гостинице при клинике очень умно антиквар спутал все твои планы и ты его решила меня не было выбора случайно получилось и все спланировала заранее ты выкрала с работы лекарства и привезла его с собой а это уже предумышленная макар поехали со мной камере колоссальных денег стоит нам на всю жизнь хватит вместе я же вижу как ты меня смотришь не смей даже не думай ты хочешь чтобы они тебя сейчас сожрали здесь бим ты арестована вы все-таки решили приехать да я должна была закрыть эту страницу чтобы жить дальше а еще я хотела увидеть это и запомнить что меня ждет если я когда-нибудь даже задумываясь о выборе между человеком какой-то вещи ну мне пора на вокзал я вас подвезу и когда же стотысячная красота проявится ну ты же сказал что любишь меня любой люблю 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 ты правда испугался что я тебя ушла лучше ну ты же мой бобрик эти никогда и своих лап не отпущу аня это вещь принадлежала и принадлежит ваша семья она должна быть у вас прошу передайте ее в музей ей место там хорошо спасибо всего доброго до свидания пойдем 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 да что вы как дети малые что вы без меня не можете что ли а где хорошо сейчас буду все ну что ладно не грусти а не случившимся служба зовет поехали а Продолжение следует...